Музыка Просто не верится, что я наконец-то включила камеру, и мне ничего не мешает. Всем привет! Меня зовут Маша, и если вы в первый раз попали на мой канал, то добро пожаловать на канал PichRMG. В предыдущем влоге я вам показала, в принципе, что я организовала вместе с папой себя в комнате, и как у нас сейчас проходят записи новых песен. И совпало так, что не так давно мой друг прислал мне старые фотографии буквально двух или трех лет недавности, которые были сделаны на одном из наших выступлений на рок-концерте. Поэтому именно сегодня я решила покопаться в моих старых фотографиях и рассказать вам парочку интересных историй, которые проходили за кулисами рок-концертов. Потому что не знаю, как вам, но мне всегда, когда я приходила на какие-то такие мероприятия, было безумно интересно узнать, а что на самом деле происходит вон там, за кулисами, как пишутся песни, которые я потом могу переслушивать часами, и что на самом деле испытывает обычный начинающий музыкант. Я отобрала буквально парочку историй, которые мне показались наиболее интересными и наиболее запоминающимися. И посмотрим, может быть, даже в следующих роликах мы продолжим подобный формат, если вам это понравится. Ну а начать мне хотелось бы с историй о нашем самом первом большом концерте в жизни. Это был девятый класс, и я до сих пор удивляюсь, как жизнь так свела меня и этих ребят с абсолютно такими же идеями, мыслями и задумками насчет музыки. У нас была возможность, и место, в принципе, где мы могли репетировать, это центр внешкольной работы, куда мог прийти абсолютно любой желающий с нулевым уровнем, и ему могли предоставить гитару, комбик или же усилитель. Конечно же, нас наставляли, помогали в очень многих нюансах, и до сих пор, вспоминая даже эти истории, я безумно благодарна двум людям. Это Вячеслав Владимирович Лобзенко и Виктор Мирославович Гринальчук. И как-то так, потихоньку, маленькими шажочками, в большей степени, конечно же, из-за нашего желания, мы стали двигаться вперед. Причем двигаться вперед довольно быстро. Мы победили в нашем первом конкурсе, и у нас выпала возможность поучаствовать в первом большом концерте по случаю Дня Молодежи в нашем городе. Вы не представляете, какие мы тогда чувства испытывали, и насколько мы были рады, потому что эмоций было столько. И что самое крутое, я до сих пор помню, как мы продумывали этот концерт буквально посекундно. У нас был даже какой-то своеобразный сценарий, как кто куда пойдет, как кто с кем будет взаимодействовать, кто что скажет. Мы даже специально для одной песни покупали игрушечную тиару, корону, которую я надевала себе на голову. И после этого, где-то в середине нашего выступления, я ее скидывала зрителям или на сцену. Ну, в общем, какой-то такой интересный момент. И из этого состоял весь наш небольшой концерт, потому что играли мы, по-моему, 4 или 5 песен, если я не ошибаюсь. Мы репетировали просто часами. Вот как только появлялась свободная секунда, мы бежали в нашу студию и проводили там, ну, все свое свободное время. Мы брали кофе, одежду, чтобы переодеться, еще какие-то штуки, отдыхали там. В общем, абсолютно все. Мы даже как-то раз там, да не как-то раз, мы там постоянно какие-то уроки делали, еще что-то. В общем, в студии мы буквально в смысле жили, особенно до этого концерта. Но самый сок этой истории в том самом дне, когда этот концерт должен был случиться. Мы не спали практически всю ночь. Я прекрасно помню, как мы переписывались. Ну, очень долго продумывали то, как мы все оденемся, у нас примерно похожий стиль был, как мы все выглядели, макияж. И вот то самое утро. Наш концерт должен был проходить в парке на открытом воздухе, все должно было быть идеально, это уже лето, все отдыхают, у всех классное настроение. И вот этот день я открываю глаза и понимаю, что я просыпаюсь от звука дождя, который барабанит по моему окну. И первая мысль, которая появляется в моей голове, это не что будет со мной, намокнем мы там, и как вообще, что случится, заболеем ли мы, нет. Первая мысль, это есть ли какой-то шатер над этой сценой и выживет ли наша аппаратура. Потому что каждая гитара подключалась к технике. Микрофоны это тоже техника и так далее, и так далее, и так далее. Мы с ребятами выпили кофе, обсудили, в принципе, наши эмоции, поделились какими-то чувствами и отправились на репетицию. У нас на тот момент оставалось около шести часов до нашего концерта, и мы могли еще прорепетировать в том самом центре внешкольной работы. Все было здорово. Мы приходим, подключаем наши гитары. Тут мы уже, по-моему, по второму или третьему разу стали прогонять нашу программу, уже так официально, собранно, без распевки. И на самой первой песне, как сейчас помню, это была песня My Chemical Romance Thing. И вот мы подходим к иллюминационному моменту этой песни, этот припев. Начинается самое такое вот прекрасное, знаете, ощущение, когда ты подходишь, твой голос уже просто... Больно было даже немного, потому что песня была тяжелая, но в то же время так и хотелось классно спеть. Чтобы вы понимали, каждая гитара подключалась к отдельной такой колоночке, звукоусилителю, а микрофоны и другая техника, которую нужно было куда-то подключить, включалась в большой пульт, который стоял на столе. Вся студия была прямоугольная, и мы, в принципе, были в ее конце, то есть с правой стороны. А я краем глаза замечаю, что откуда-то идет дым. Сначала я не продала этому значение, потому что полностью погрузилась в песню, но через пару секунд, помимо дыма, я уже почувствовала запах, и мне пришлось резко прерваться. Я поворачиваю голову и вижу, что вот этот самый пульт, куда подключено просто абсолютно все, начиная от микрофонов, заканчивая какими-то другими штуками, довольно важными, которые мы хотели взять на концерт, эта фигня дымится. Мы не испугались, мы все абсолютно выключили. Мне кажется, за пару секунд я еще никогда так быстро не бегала. Мы успели все отключить, и ничего не загорело. В итоге мы отрепетировали весь наш концерт, но дождь начал потихоньку расходиться. Сцена находилась на поле, где, в принципе, могло подойти огромное количество человек. Мы пришли и увидели самое главное, так это был шатер. Мы проходим гримерку. Гримерка, внимание, была в качестве обычного автобуса. То есть мы просто зашли, закидали свои вещи, сделали пару классных фотографий. У нас просто, ну вот знаете, ощущение драйва. По-другому это просто не передать. Нас вызывают на сцену для саундчека. Мы выходим и понимаем, что у барабанов просто-напросто нет железа. То есть ни одной тарелки, которая на самом деле супер нужна в каждой песне, их нет. Я не знаю, почему случилось именно так, но ни один музыкант и другой человек не согласился нам предоставить свою аппаратуру. В принципе, уже сейчас анализируя, я с какой-то стороны понимаю, почему они так сделали. Но с другой стороны, на тот момент, будучи тем человеком, у которого в буквальном смысле нет железа и нужно бежать в студию, мы абсолютно не знали, что нам делать. В итоге наш продюсер и человек, который помогал нам в абсолютно каждый сложный момент, побежал в нашу студию, побежал в буквальном смысле и с уже тарелками и всем железом для наших барабанов начался к нам обратно. Как тогда, я, наверное, не пела еще ни разу на тот момент в своей жизни, но те эмоции, которые я испытала, я не забуду. Никогда. Вторая история, которой бы мне хотелось с вами поделиться, это история про квартирники, а точнее про то, что случилось на мероприятии, которые я даже смогла заснять, но тем не менее я ничего не рассказала и уже сейчас, возвращаясь к этому ролику, я понимаю, что, опять же, супер много моментов осталось за кадром. Меня пригласили на квартирник в, получается, 11 классе в прошлом году. Я выбрала несколько песен, даже специально одну из них проигрывала моей подруге, потому что она в буквальном смысле была свежеиспеченная, и я не знала, стоит ли ее брать вообще после прослушивания ее моими близкими. Я поняла, что да, это стоит того. А все это мероприятие у нас проходило в нашем ДК, это, в принципе, такой самый большой центр с большой сценой, и в нем где-то, по-моему, на третьем или четвертом этаже располагалась еще более маленькая камерная сцена. Я пришла туда за несколько часов тоже пораньше, чтобы мы провели саундчек. Я, по-моему, даже провод с собой не брала. Прихожу на сцену, и там уже творится настоящий праздник. У нас там были только музыканты, и мы проводили вместе время, все проверили, микрофон, гитару, звук, все колонки, с которыми должны были выступать. И забавно то, что вот эта вот гримерка звучит это очень так красиво, замечательно. Мы представляем те самые зеркала с такими, знаете, фонариками. Нифига, ничего этого не было. Ну, по крайней мере, у начинающих музыкантов, ребят, этого нет. На самом деле, вот что прекрасно в таких вот именно квартирниках, не полноценных рок-концертах, это то, что ты начинаешь говорить о своей любимой книге, и рассказываешь уже в дальнейшем о своих музыкальных планах на жизнь. Перед выходом на сцену вообще все музыканты замерзли. Кто-то просил принести ему чай, другой вообще послал какого-то чувака за коньяком. В итоге ни чая, ни коньяка никто не принес. И вот меня вызывают на сцену, я прихожу безумно счастливой, безумно радостной, подключаюсь к аппаратуре и начинаю играть. Но самое основное вообще, о чем будет эта история, это песня Маши, которая, кстати, в записи есть на этом канале. У меня есть строчка в песне на припеве «Все хорошо, Маша». Подхожу к этой строчке, говорю «Все хорошо» и аппаратура вырубается. Все хорошо. Причем вырубается капитально. Ни звука, ничего нет. Даже микрофон, блин, не работает. Переживала ли я на тот момент? Нет. Ни перед выходом на сцену, ни в тот момент, как эта аппаратура глюканула, потому что мне было в кайф просто-апросто выступать на этой сцене. И значит, это и должно было так произойти. В итоге мы переключили, по-моему, один провод, и звук появился. Я обрадовалась, что все окей, мое выступление продолжается. Снова говорю «Все хорошо». Все хорошо. Нехорошо. Что-то совсем нехорошо. Все хорошо, а слово «Маша» я договорить не могу. Не уходи далеко сейчас. Подожди, пришивая фраза «Все хорошо». Подождите. В итоге, спустя несколько минут, мы провозились с этой аппаратурой и уже с поддержкой зрителей и аплодисментами. И после этого момента выступление строится совершенно другим образом. И такая просто вечеринка практически у нас организовалась в этой псевдогримерке, где нет ни чайника, ни ка. Именно этот «Квартирник» потом послужил началом для песни, которую мы написали за один вечер. Но под конец видео я бы очень хотела ответить на вопрос, а какие вообще дальнейшие планы, что означает это видео и что будет на канале. А все очень просто, ребят. И я так и не останавливаюсь буду писать музыку дальше. Но про канал хочу вам сказать, что в ближайшее время я постараюсь записать как можно больше песен. приступлю к чему-то на самом деле новому. Но я безумно надеюсь на вашу поддержку и верю в то, что абсолютно все получится. Чувствовать, как что-то буквально в смысле щекотит тебя изнутри и продолжать делиться этим с вами. Мы увидимся просто, ну, очень скоро. Крепко-крепко обнимаю тебя. Пока! Крепко-крепко обнимаю тебя.